Значит, 10 уровень. Это будет последний, наверное, на сегодня. Я уже подустал. И у нас будет новый герой. Следующий герой на 10 уровне. Мы берем вот этого героя. Он у нас только третий. Это какой-то шадоу-ассасин. Призрачный убийца. Можно так передать. Ассасин призрачный. Так. Какой у него ультимейт? Выстреляет несколько стрел с ядом, которые наносят урон 60 по местности. То есть каждому врагу в области 60 урон. Не знаю. Не особо мне скилл нравится. После того, как наш герой получает урон, появляется у нас какой-то щит, который поглощает 120 урона. Ну, что-то какая-то ерунда на самом деле. И со временем щит спадает, если его не использует. Ну, со временем щит исчезнет. Так. Пробивает защиту цели на 2 поинта на каждую дальнюю атаку. Вот это крутой скилл. Я его беру. Так. Выпускает 3 стрелы. Каждый наносит 20-30 магического урона. Так. Атакует врага ядом, который убивает врага за несколько секунд. Чего? Этот скилл пятерку стоит. Это реально крутая тема. Надо брать. Мгновенно убивает яд. Ну, не сразу он как бы, но по-любому убьет. Вот. И вот этот я скилл беру, потому что армор пробивается на 4 поинта на 6 поинтов. Но если это максимальное пробитие брони, я это беру. Все. Апгрейды тут у нас все сделано. Ничего менять не буду. И что ж в шопе у меня тут что-то написано? Что тут вообще такое? Не знаю, что на самом деле. Вот смотрите, что-то написано мне тут в шопе. Что тут в шопе? Не знаю. Тут что-то горит. Да, а что? Выбрать просто, наверное, 3 предмета мне надо. Но я их не юзаю, поэтому не буду выбирать. Так. Какие-то ачивки мы сделали. Такую ачивку. Такую. Вот так вот. Еще бы написано было, сколько ачивок не сделано, было бы приятнее играть. Понятнее. Так, героя мы выбрали? Да, героя выбрали. Все, поехали. Сейчас будет сложнее, потому что герой 3 уровня, и он не премиум герой, а обычный. Обычный герой, который доступен всем, кто купит игру за 5 баксов. Так, ладно. Так, это у нас хоть лучница. Мне нравятся лучницы всякие, на самом деле. Поэтому я рад, что это лучница. Значит, здесь, скорее всего, у нас... Так. Здесь, скорее всего, вот эта башня. Вот так она будет долбить землю. С этой стороны, наверное, надо лучников ставить. Хотя нет, наверное, здесь даже баррак в конце надо. Я не знаю пока. Здесь тогда лучников я поставлю тогда, получается. Они тогда и слева будут помогать. Так, какой там это ультимейт я забыл? А, вот стрелы с неба. Такой же ультимейт был, просто они были без яда. Это, по-моему, в третьей части. Лучница была с такой способностью, насколько я помню. Как-то так. Ну что, посмотрим. Сложнее уровень, не сложнее. Сейчас увидим. Пока что сложнее. Во-первых, герой слабее. Начало еще что-то тут у нас. Не так много урона. Герой почти сдох, кстати. Так что, может быть, и стоило взять один скилл в абсорб урона на 120 щит, когда появляется. Это после любой атаки, я так понял. То есть, только идет атака по герой, сразу появляется щит этот. Я не знаю, сколько у него кулдауна у этого щита. Кстати, еще блинкается наш герой. Видите, это прикольно. Так, здесь у нас, скорее всего, бараки будут. Так, герой уже сдох. Герой очень слабый. Очень мало здоровья у него. Собака сейчас пробежит, скорее всего. Я ее попробую заблокировать, но что-то мне подсказывает. Да. Сразу видно, насколько сложнее, потому что герой обычный. И плюс, наверное, башня неправильная. Или надо было апгрейд делать. Я, наверное, думаю, знаете, что надо сделать? Вот здесь апгрейд, а здесь вот башня лучников максимальная. Вот такая, да? А вот здесь у нас казармы. То есть, она будет стрелять слева, а потом будет стрелять справа. И вот здесь у нас казармы. Казармы, которые мы можем либо снизу поставить, либо сверху. Поэтому в этой точке я ставлю их. Видите, чтобы удобно было. Ну, давайте пробовать так. Мне кажется, и мы исправили то, что у нас было не очень. Плюс, герой должен стоять подальше, на самом деле. Мы что-то его близко ставим, чтобы с ним никто не дрался. Он все-таки лучник у нас. И создал варкрафт бога, а бог уже создал все остальное. Ну да, возможно. Я не отрицаю. Подлинно неизвестно. Доподлинно никто не знает. Так, ну и здесь, конечно же, вот это будет башня. Она крутая, поэтому. Но она крутая, когда максимальный апгрейд. Когда она в начале, у нее урон так себе. Но зато урон всем идет сразу. Тут мелких всяких мобов будет много. И это нам подойдет. Запускаем дальше. Надо еще героя вот так отправлять. Пару раз выстрелить. Вот так вот. Пам, пам. Она же еще защита там пробивает. Еще когда они близко, вот так вот делать. Так, ну что, собаку-то справа хоть уби... Да, убивают собаку. Она, правда, одного чувака заморозила, но ничего страшного. Так, нормально. А вот так намного лучше получилось. Лучники, потому что на правую сторону могут стрелять. И у них очень хороший апгрейд. А у собак-то у этих 126 здоровья. Это достаточно, чтобы их убить. Видите, они умирают. Тут какой-то викинг по центру, смотрите. Он стрелы кидает. Он только что наших чуваков убил. Время от времени он кидает. Я не знаю, что с ним сделать. Может быть, как-то его можно отключить. Но пока не вижу как. Сколько всего уровней? 17 уровней в игре. Максимальное количество звезд 51, но здесь 3 звезды на уровень. Поэтому 17 умножаем на 3, получаем 51. Вот и все, как я узнал, сколько тут уровней. Вот и все. Ну, может быть, их не сильно. Но первый уровень не считается. Первый уровень... По сути, их 16. Потому что первый уровень была тренировка, которая проходится за 3 минуты. И там 3 звезды дают, и все. То есть полноценных 16 уровней. Но всего, да, 17, я так понимаю. Ну, если больше не будет каких-то уровней, которые... Типа как тренировка. Ну, таких уже точно не будет. Так что вот такие дела. Конечно, может, мы пройдем 12 уровней, потом будет написано, извините, типа, уровни не готовы. Будет обновление через 2 месяца. Приходите, там, скачайте бесплатное обновление и пройдите до конца. Может, и такое будет? Я не знаю. Увидим. Так, делаем апгрейд бараков, чтобы их быстро не убивали. Это, наверное, босс стоит, который будет чуть дальше. В конце зимних уровней вот этот босс, викинг, он будет у нас главарем. Может быть, он на катапульте будет ездить. Там, я не знаю, на баране каком-нибудь, на мамонте. Ну, чем угодно, он может ехать. Вот такой будет у нас враг, скорее всего. Но не сейчас, я не думаю, что здесь прям будет этот босс. Я думаю, он будет чуть позже. Это же не последний зимний уровень, там еще есть. Хотя, может, сделали, и сейчас босс будет, не знаю. Посмотрим. Это у нас третий зимний уровень. Мы 2 прошли, это третий. Может, на третьем мы как раз будет что-то увидим. Так, здесь можно, кстати, тоже лучников сделать. Очень хорошо, потому что они слева будут отстреливать. Поэтому я максимально сейчас сделаю апгрейд лучников. Тоже поможет мне все это дело. Так, этого добиваем. Надо бы сразу, кстати, следующую волну звать. Что-то я не нажал. Кстати, почти герой дохнет, когда он стреляет. Так можно, кстати, пропустить кого-нибудь, если случайно кто-то пробежит. Вот благодаря тому, что он... Этот викинг просто всех убьет одним выстрелом. Надо следить постоянно за этим. Скорее всего, надо барак будет добавить дополнительно, чтобы такого не было. Ну вот первый медведь. Давайте смотреть, как мы будем убивать медведя. Вроде наш герой должен пробивать его хорошо. У медведя физическая защита. Но у нас герой пробивает защиту. Соответственно, должно быть все нормально. Сейчас увидим. На, нормально, справились. Но скоро их будет больше. Против одного-то окей. А вот когда будет больше их... Вот тогда главное, чтобы мы справлялись. Посмотрим. Так. Так, что пощелкать на этой карте? Так, что можно тут нажать? Есть тут какие-нибудь... Ачивки? Кто-нибудь видит что-нибудь? Если что, говорить. Статуя какая-то я вижу здесь. Не знаю, может на боссы нажимать можно. Пока не вижу ничего. Так, медведь. Должны добить. Тей, герой умер. Прям последним ударом его убили. Ничего страшного. Справляемся. Главное не ставить подкрепление вместе с чуваками с казармы. Потому что герой-то здесь может всех убить сразу. Мы не успеем не среагировать. Правда у нас Тесла башня в конце стоит. Я на них нажимаю, кстати. Нет урона никакого. То есть нельзя посмотреть сколько же там урона. Но один раз на они нам жизнь спасли. Я думаю еще раз на они нам спасут жизнь. Это последний талант в первой ветке за 4 поинта. Довольно-таки дорогой талант. Но как бы он эффективный. Нормально. Че, как норма игра. Достойное предложение. Конечно, да. Возможно даже лучше первой части, если честно. Вот я так думаю. Какая лучшая часть? Первая или эта? Просто здесь, не знаю, очень красиво все нарисовано. Если сравнить с первой частью, здесь намного лучше. По крайней мере у меня на iPad. Я не знаю, может они специально под iPad версию сделали. Но выглядит очень офигенно. То есть графон крутой. Это самая красивая Kingdom Rush игра. Они скорее всего на движке Iron Marine сделали ее. Потому что, ну, выглядит офигенно. Она не сравнится даже с Origin, который вроде как красивый был. Но там некрасиво как-то все нарисовано было. Текстуры какие-то странные были. Я уже про это говорил. Но здесь намного лучше. Рекомендую всем к покупке. Если даже не играли вы ни в одну, берите сразу эту часть. Здесь сразу больше контента, потому что здесь больше башен. Правда, какие-то за донат, но можно и без доната нормально пройти все. А потом, если вам понравится, на максимальной сложности пройти. На четвертой сложности. С этими с донатными башнями, например. Если вам очень понравится игра, почему бы и нет. Ультимейт у моего героя ужасный. Хорошо, что его не вкачивал. Он очень мало наносит урона. Даже если его три раза вкачать, там урона практически нет. Хорошо, что я не потратил поинты на этот отстойный скилл. Что, у меня герой умер, оказывается? А, это его викинг убил этот. По-моему, это такой урон, что моего героя с одного удара может убить босс. Это, конечно, неприятно. Новый враг. Это Либ Дрэгон. Он на небольшой промежуток времени летает. Вот что. Фишка его. Он просто летает. Ну, вы видели, да? Он сейчас летел. Кстати, видно было. Временно летает. Правда, сколько у него здоровья-то? Надо нажать на него. А, 253. Мало здоровья у него. Можно не бояться его. Но просто он быстро может пролететь. Знаете так. Вот как сейчас. Видите, он пролетел. А, его нельзя блокировать. Не, блокирую. Но он почти, кстати, да. Почти пролетает. Там Тесла, кстати. Спасли меня снова. Что-то урона нет. С правой стороны еще пролетают. Что-то реально нет урона. Мне просто интересно эти Теслы. Сколько у них перезарядка? Вот они сейчас кого-то убили там в конце. Как это получается имба? Они могут в конце всегда добивать кого-то. Это вообще крутая тема. Не, вот эти, кстати, драконы летающие бесят. Я не знаю, как их останавливать. Они просто как бы летают и все. Сейчас нормально остановили. Но было опасно, кстати. И с правой стороны один мог пройти и слева. Но у нас Тесла была. Это хорошо. Сейчас я против летающих лучников проапгрейжу. И будет легче. Плюс героя отправлю туда. Сейчас должно быть полегче. Так, отсюда еще викинги пошли. Так, пока проблемы справа. Я делаю там апгрейды. Посмотрим. Еще только восьмая волна. Что-то, как будто здесь магические башни надо было делать. А, новые магические башни надо было же взять. Я забыл ее выбрать. Вот что. Почему здесь сложно. Наверное, надо здесь рассчитано прохождение с новой магической башней. Я ее не взял. Но я ее возьму тогда в героическое испытание. Либо сейчас, если я не пройду, я поменяю. Если пролетит кто-то, пройдет. Я перепройду. Новую башню возьму. Да, наверное, с ней надо. Потому что я чувствую, что что-то не хватает здесь. У нас урон какой-то маленький. Трудно блокировать. Тут нужны горгули эти, которые там были. Они очень крутые. У них там по 200 с чем-то здоровья. И две горгули это более чем достаточно. Например, у наших этих чуваков 169 всего лишь здоровья. Поэтому это надо сделать. Ты пробовал нажать на костер сверху. Ну вот нажимаю сейчас. Нажимаю, ничего не происходит. А что, должно что-то произойти? Или так? Ты гадаешь. Ну нажал, я и тогда нажимал. Ничего не происходит. Может как-то нажимать, надо держать. Не знаю. Пока не знаю, что делать. Не работает. Так, давайте хоть эту башню слева-то сделаем. Она же вроде крутая. Я ее что-то до конца не довел даже. Сейчас вот четвертый левел, и можно проапгрейдить ее нормально. Справа, смотрите, они бегут, все умирают. Там лучники у нас очень хорошо рубят. О, летающий этот чувак появился. Давайте герой под него сразу. Видите, я герой под него даже подвел. Но вот только сейчас он начал атаковать. То есть они реально быстро летят. Но у нас тут урон хороший, я должен их быстро убивать. Да, они быстро умирают. Просто у нас тогда урона вообще не было с левой стороны. Сейчас с этим получше. Так, еще одна башня готова. Хорошо. Пока держимся. Во второй части... Сейчас прочитаю. Тут у нас проблемы тут какие-то. Во второй части киндом раж там на каком-то уровне, нажимая на костер, ты мог платно бомбу запустить. Да, да, было такое. Но здесь это не работает. Здесь такого нету. Я думаю, что сейчас надо вложиться в казармы, что ли. Так, очень много летающих. Я что-то боюсь, что они сейчас пройдут. Пролетят. Героя у нас уже нет. Ну, блин, дракон почти пролетел. Тесла помогла мне, но это как бы нечестно, можно сказать. Надо больше лучников делать. Просто снизу что-то нет у нас никаких лучников, они как-то плохо стреляют. Поэтому, не знаю, может магическую башню одну забабахать сюда. Как опять герой умирает, не могу понять. Он мгновенно как-то берет и умирает. С правой стороны у нас теперь проблемы. И героя нету сейчас. Пролетит еще кто-нибудь. Ну, все, пролетели. Короче, берем новую башню. Без этой башни очень трудно проходить. Реально. Мы ее не взяли, а тут реально надо с ней проходить. Специально ее дали. Значит, мы ее берем вместо какой башни? Наверное, вместо обычной магической. Она отстойная. Убираем обычную магическую. Я ее не использовал все равно. Плюс мы героя прокачали. Наверное, один щит защитный я возьму, потому что она дохнет. Этот герой просто постоянно дохнет. Это просто ужас какой-то. Сколько у нее вообще здоровья-то? Здесь, кстати, не указано здоровье. Зацените. То есть, в предыдущей части было написано конкретно, сколько здоровья в менюшке здесь. Здесь надо ее нажимать в игре, чтобы понять. Прикиньте. Ну, это, конечно, недоработка. Я думаю, с патчем каким-то, с обновлением доделать. Но что это не дело. Ну что, по новой, по новой. Такая уж игра. Значит, что придумаю я? Может, здесь магическую, а? Она реально крутая. Просто я думаю, как расположить лучше. Ладно, давайте. Давайте так, как и было. Я просто вот здесь вот магическую поставлю. И с правой стороны тоже будет магическое. Скорее всего, вот здесь где-нибудь. Ладно, попробуем пока. Непонятно, получится, не получится. У нас просто сейчас никаких юнитов не будет. Надо каргулей быстро делать. Но они дорогие. Надо еще проапгрейдить. Ну, попробуй выжить. Вначале будет сложно и нам сейчас. Но если я нормально пройду, то все нормально. Ну, сейчас будет сложно. Первые волны самые. Надо продержаться. Справа у нас хорошая защита сейчас. Уже я сделал четвертый уровень башни. А только с левой стороны теперь проблема. Может быть, по центру стоило вот здесь ставить эту башню. Может быть, я неправильно сделал. Я чисто справа поставил. Получается, гарголи будут там, а слева... Слева вот здесь будут, да. Но надо же сделать с нуля апгрейд. Это же очень долго и дорого. Я, скорее всего, не выживу до этого. Да, даже сейчас проиграю, походу. Даже сейчас. Вот не справляюсь с этими чуваками. Ну, здесь Тесла помогла вон. И мы вроде справимся сейчас. Один на один наш герой. Попробуем убить. Нет, Тесла уже не спасла. Перезайду. Ну, заново рестарт. Вот эту башню надо здесь ставить. Это стопудово. Эта башня у нас... Ой, подождите. Вот эта башня. Я даже еще не тут, по-моему, здесь башню поставил. Что-то я устал уже, да. Пора отдыхать скоро. Здесь... Не знаю, может быть, рыцарей-то я и поставлю, на самом деле, вот здесь. Пусть стоят. Они, как бы, очень хорошие были. Здесь у нас лучники будут. И вот здесь тоже будет магическая вот эта башня новая. И мы будем по центру ее делать сейчас, в первую очередь. Все апгрейды вот сюда. И должно быть все нормально. Пусть стреляет. Смотрите, нормально так убивает почти первого. Уже левел даже получил. Пятый уже уровень. Можно еще что-нибудь скачать, если я проиграю. Я не хочу перезаходить. Вроде начали уже. Че-то перепроходить. Хоть и пятый уровень взяли, но... Ради одного поинта в какой-то скилл. Не знаю. Стоит ли это? Того? Вот. Надо вот это проапгрейдить, чтобы были горгулей. Можно их налево будет отправить потом. А если надо, направо. А потом появятся слева горгулей, мы их уберем. И они будут все время справа тусоваться. Но если что-то не так, мы всегда их можем перенаправить. Плюс горгулей, по-моему, воздушные юниты атакуют, а что они как лучники дополнительные у нас будут. Что это неплохая идея. Как мне кажется. А да, у нее же есть скилл, который убивает мгновенно. Ну, не мгновенно, а кидает яд, который рано или поздно убьет. То есть надо подождать, и он как бы бесконечный яд, так я-то понимаю. Либо там написано было за 3 секунды убивает, я не помню. Ну, довольно-таки быстро он убивает, я так понял. Инстакилл, ну, не инстакилл, по-любому. Пройдет время, убивает. Никак не спастись от яда этого, я так понял. Он должен, должно быстро убивать, на самом деле. Ой, сейчас у него щит был, у нашего героя, я сейчас увидел. Тесла выручила меня справа. Только что. Блинк прикольно, что есть у героя, можно с одной стороны на другую мгновенно. Это хорошо. Так, я, наверное... Да, горгули делаю. Я, наверное, справа горгулю сделаю. Ее не убьют? Не, ее не убили. С левым боком держимся, все нормально. Сейчас вторую горгулю сделаю. Главное, горгули сделать в первую очередь, и дальше будет легче нам. Правда, это магическая атака, и у них резисты у кого-то были, но, я думаю, все-таки горгули, у них же физическая атака у горгули, поэтому это компенсирует то, что у них резисты есть. Ждем сейчас. Дорогой апгрейд, 212. Так, ну что? Где еще? Этих-то добили. Где еще? Вон, еще кто-то бежит. А, ну прикольно. Щит срабатывает, когда даже викинг кидает стрелы. И нормально, нормально. Вторая горгули у нас появилась. Так, горгули надо подальше вот сюда ставить. Тут, смотрите, горгули справляются снизу. Вроде справится. А теперь сделаем здесь все апгрейды, и все у нас будет нормально. Да, видно, что хороший урон. Медведи очень легко магии пробивают. Очень хорошо. Единственное, вот почти пробегают. Но надо, конечно, сейчас постараться еще. Можно, кстати, горгули переводить-то на другую сторону. Че они там без дела? Вот так вот переводить, и все нормально. Они-то сильные, реально. 173-й уже апгрейд, еще 230, и потом можно по горгули делать. Все, и я думаю, что уровень без проблем мы пройдем после этого. Да там летающие какие-то будут, но горгули-то и по воздуху хорошо атакуются. Должно быть окей. Вот у нас горгули, к примеру. Видите, нормальный урон входит. Медведь сейчас убьют, вон. Сейчас лучницы, хантресок этих лучниц набиваем. Так, следующие ребята у нас идут. Справа. Значит, наверное, горгули переводят. Хотя я горгули не буду переводить. Я думаю, мы так справимся. Да, вот смотрите, у них уже мало здоровья. Справляемся. Просто рейндж еще, кстати, не такой большой. Чуть правильнее, что ли, ставить в бараки. Чтоб точно рейндж был нормальный. Ого! Как-то один кто-то пробежал так быстро. Что за дела? Не, реально горгули переводить постоянно. Не справляются они. Слишком много всяких тут чуваков бегает. Я еще бараки проапгрейдил на всякие пожарные. И тоже их быстро убивали, наверное. Вот сейчас хоть не один раз герой, по-моему, не умер. Или один раз все-таки было. Но сейчас все-таки щит этот реально хороший. 120 урона поглощает. Это прилично. И учитывая, что у героя 180 здоровья, 120 это почти как 100% у него. У него теперь 300, можно сказать, здоровья со счетом этим. Ладно, надо слева делать апгрейды. Сейчас проблема слева будет. То, что я справа сейчас все делаю, это не надо. Мы тут справимся по-любому. А что за звук такой? Кто бьет? Что за звук? А, это когда они суммонят этих шардов, да? Со снега. Я не понял. Что это за звук такой? Так, теперь слева у нас проблема. Так, горгулей 212. Чуть-чуть надо. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. А, Теслу убила, да? Нормально-нормально. Все, горгулей есть, а я здесь. Все, теперь нормально. Сейчас должны жить мы нормально. После этого. Потому что горгулей вот этими стрелами босс не может убить. Ведь викинг этот, он никак не убивает. У него урон меньше. А вот обычных, по-моему, он легко убьет. У горгулей просто 390 здоровья. Он никак не может их убить. Они вообще жирные-жирные. Как раньше какие-нибудь Инферно. Големы. У них, правда, 500, по-моему, было здоровья. Около того. Но все равно, примерно то же самое. Горгулей это. Все, и горгулей мы убираем отсюда. Пусть они идут на ту сторону. У нас теперь все нормально. Да, вот против вот этих надо сейчас что-то делать. Видите, сейчас эти чуваки будут. Против них надо что-то придумать. Я даже думаю магическую башню эту же ставить. У нее хороший урон. И я поставлю ее. Так, ну что-то опасно, опасно. Виверны тут летают. Так, ну добейте, добейте. Все. Ну было сложно, реально. Все потому что надо, наверное, бараков больше делать всяких. А я что-то ленюсь и всегда какую-то стратегию убираю другую. Я не люблю много бараков. Я люблю, когда много башен стреляющих. Бараки это круто, но не нравятся мне. Я раньше играл, когда бараков больше делал. Сейчас как-то мне не хочется их делать. Вот и все. Лучше пусть стреляющая башня будет. Так, ну что, вторую горгулю надо слева сделать? Что-то золото вообще мало сейчас под конец. То было много, а сейчас вообще жду-жду, ничего нету по золоту. Пусто как-то. Я думаю, мы все-таки здесь сделать вот эту башню, чтобы она и слева, и справа стреляла. Нам эта горгуля одна пока не нужна. Потому что радиус будет хороший и урон хороший. Почти пролетают, смотрите. Неверные эти. Все, сделал. Сейчас будет легче. Видите, какой радиус. Ладно, мне надо слева стоять. Тут одна горгуля, и она еле справится. Сейчас с медведем этим. Все равно как-то некомфортно играть. Постоянно боишься, что кто-то пробежит в последний момент как-то. Как-то не очень. Потому что у нас весь урон находится внизу, очень близко к выходу, к нашей базе. Из-за этого проблемы. Надо немножко больше сделать урона вот здесь. Герой же шестого уровня. Качаемся неплохо. Вот эту башню еще сейчас буду делать. Так, с левой стороны у нас могут быть траблы. Или не могут. Я шестерка в текущем. Текущая церковь. Текущая церковь. Ты меня убегаешь? Для текущей. Ты думаешь, текущая церковь является твоим сооружением? Так, ну вроде нормально, но как-то все на волоске. Надо горгули ближе ставить. Они чуть никого не атакуют. Так, 240. Последний апгрейд 300. И будет четвертый уровень вот этой башни. Она очень крутая. Единственное, по воздуху не атакуют. Но сейчас как раз таки воздушные. У нас будут проблемы. Видите, здесь по одному разу проапгрейдим. Ну сейчас а воздушные должны быть. А, ну это эти воздушные. Давайте постреляем по ним. Нормально, нормально. Урон увеличился. Так, здесь максимальный апгрейд. Фух, исправил. Но чувствую опять где-нибудь зафейлю сейчас. Очень близко все. К тому, что кто-то пролетит. Может вот этот апгрейд сделать? Давайте попробуем. А, я знаю почему. Здесь надо ниже делать все-таки. Горгули этих. Мы слишком высоко и ставим их. Да, надо чуть пониже. Так, новые враги. Ну-ка, Валькирия. Восстанавливает... Ну, подымает союзников. Высокая защита. Это Валькирия. И второй враг... Дреогр. Я не знаю, кто это. Это падший воин написано. У него есть... Защита от магии средняя. Больше ничего не указано. Ну, ща увидим, чё за. Чё за. О, вот этот апгрейд крутой же. Да, щас будет очень крутой урон у нас. Плюс 15 и плюс 30 процентов щас. Щас мы должны всех рвать. Просто разрывать с левой стороны. Ну, справа тоже, на самом деле, мы должны разрывать. Какие-то звуки появились. Это в игре? Нормально. Запускаем дальше. Вот они, Валькирии, кстати. Это от них, наверное, звуки такие. Медведи, мне кажется, вообще не представляют опасности, потому что у них физическая защита. У нас тут одна магия теперь. Но они ничего не сделают. Можно не волноваться. Так, это у нас уже 13-я волна. Скоро уже концовочка. Надо аккуратнее играть. Думаю, под конец игра станет сложнее, чем даже первая часть. Не знаю. Что-то пока не чувствуется. Сложность? Ну, увидим, увидим. Так, вот справа у нас проблемы возникли. Я хорошо увидел это. Вовремя. Ну, давайте, ворону добавим сюда. Потом, окажется, вы мне напишите, кто уже разобрался в игре, что, типа, ворон это лучший апгрейд. Потому что я так не считаю, но вдруг это реально очень хороший апгрейд, оказывается. Но он, наверное, хороший, когда не так много врагов. Вот когда их много, мне кажется, не работает так хорошо, как должно работать. Взять под контроль есть еще скилл. А нет, берет под контроль не на 23 секунды, а каждые 23 секунды. Так слишком эмбово было бы, конечно. Ну, давайте вкачаем, кстати, контроль один раз. Я его что-то не хотел вкачивать? Давайте хоть раз проверим. Может, реально крутая тема. А может, из-за нее и проиграем. Кто-нибудь пролетит из-за этого. Сейчас увидим. Виверны этих много. Я боюсь виверны. Вот они постоянно подкачут. Вот сейчас опять Тесла убила. Но мы как бы добивали, но Тесла спасает реально. Уже не первый раз. Хороший, кстати, талант. Рекомендую всем взять. Спасет жизнь не раз вам. Девчонка — твоя алина. Смотрите, здесь все апгрейды у нас уже. Здесь только вот переманивание можно вкачать. Я не думаю, что это смысл имеет какой-то. Каждые 20 секунд. Ну, можно, но я, наверное, все-таки вот сюда вкачаю один раз. Здесь я вот попробую лучников улучшить. Это у нас последняя волна, кстати. Все, больше ничего не будет, но... Так, я попробую, может, горгули сверху сделать? Что-то там многовато у всех. А горгульки, кстати, воздушных-то и не атакуют. Они просто летают и никого не атакуют. Реально, ничего не делают они. Безделосы там просто летают. А я думал-то они всех атакуют, но нет. Так что, все, я выиграл? Серьезно? Я думал, что намного дольше будет волна. Сейчас начнется, думаю. Но нет, походу, последний медведь, вон он. И все. Победили? Босса не будет? Вот что я хочу еще узнать. О, катсцена, чуваки. Походу, босс будет все-таки, нет? Или он убегает просто? Ага, окей, ясно. Убегает он. Хорошо. Значит, он на следующем уровне будет? На 11-м, что ли? Или, может, даже на 12-м? Хорошо, хорошо, хорошо. Сейчас осталось испытание пройти, и все на сегодня. Так, а что мы открыли? Нам дали 3 очка и новая башня. Гобли... Гоблиранкс называется она. Гоблиракс. Гранкс. Гоблиранкс. Странное название, но окей. Пойнты сейчас используем. Кстати, заметили? В этой части нет ограничения, когда мы играем героики на апгрейды, на таланты. Вот, смотрите, когда мы выбираем, здесь вообще ничего не написано. То есть нет ограничений, какие башни на апгрейд можно взять. Это все уже исчезло. А раньше было. Так, это что такое? Так, а это что? А это? Я просто думаю, может, вот эту ветку вкачать. Вот, смотрите, последняя обилка. Когда вы подкрепление призываете, есть маленький шанс призвать Питлорда. Прикольно, да? Питлорд появится. Я не знаю, какой там 1% что ли, может больше. Но всегда приятно, когда что-то будет. Но когда процент не знаешь. Я люблю, когда я вижу процент, я знаю 1%. Так непонятно. У всех героев увеличиваются. Ну, наверное, вот это вкачаем, чтобы последнюю ветку там. Что там последний скилл какой? У героев есть маленький шанс мгновенно респауниться, когда их убили. Ну, так себе скилл, честно говоря. Я бы, может быть, перекачал даже все, если честно. Вот сюда, например. В подкреплении. Потому что мой герой, мне все равно на него. Он здесь как бы... Не особо это что-то дает. Все, у меня герой слабый. Давайте реально поменяем все. Все сделаем как было здесь. А все вставим вот в эту ветку. Так, что здесь? О, у нас демоны могут атаковать сдалека. Еще какое-то улучшение. Так, ну там нельзя ничего сделать, да? А почему я не могу? У меня же 4 поинта. А, это либо-либо это, либо то, что ли? Смотрите, прикол, да? Нельзя взять левую часть, если ты взял правую. Странно, да? То есть нельзя. Мы уже выбрали типа. Ну ладно. Значит, поинт я сюда вставлю. Сюда и сюда. Ну и сюда. Все. Ну что, у нас еще герой прокачался. Значит, мы ему вкащаем что? Ну что, сила яда усиливается. Типа, ну надо вкачать, это крутой скилл. И вот это вкащаем. И у нас 1 поинт, не хватает ни на что. Хорошо. Новую башню мы использовать не будем. Это оставим на следующий уровень. Ну что, погнали. Героический режим. Поехали. Так. Ого, здесь у нас тролли есть. Это хорошо. Значит, мы их где-то здесь поставим. Кто у нас здесь будет? Какие-то медведи, да, здесь? Что-то, мне кажется, вот здесь вот эту штуку надо ставить. Здесь это. Ну здесь, скорее всего... Ну мне она очень понравилась, вот эта тема. Я думаю, ее буду ставить. Так, ну что, делаем сразу троллей. Три штуки. И, наверное... Не знаю, я бы просто лучников качал бы и все. А потом разберемся, что делать. Пока не знаю. Что у нас, герой чуть сильнее стал. Давайте смотреть, насколько сильнее. Ну-ка, вот может убить нормально. Сколько здоровья стало? 220. 220. Ну, это потому, что мы уровень подняли. Справа бы, наверное, бараки поставить. По-хорошему. Типа вот здесь где-нибудь. Чтоб кого-то блокировать. Подкрепление очень сильное стало, смотрите. Они реально сильные. Демоны эти. Особенно, когда они стреляют. Сдалека. Кидают трезубицу. И там, наверное, очень хороший урон. Очень хороший. Ну, надо проверять, конечно, какой урон. Но подкрепление хорошее. Единственное, они, наверное, очень быстрее считают, как и раньше. То есть, время их жизни не увеличилось от этого. Это, конечно, плохо. Я боюсь здесь, кстати, этих троллей потерять. Я их, наверное, отводить буду как-то. Потому что реально боюсь потерять. Они же, типа, ну, один раз. Так не хочется терять их. Тут надо было все-таки бараки вместе поставить все-таки, скорее всего. Пока я вроде не потерял. Живые все. Какие-то последние слова. Какие-то, наверное, не потеряйся. Я швырт в тюрьме. так слева бегут по крайней мере один только пока что вот 4 8 часов до 8 с половиной нормально это еще не так много последний стрим до этого у нас был по микки эпик микки power of two мы 10 часов стремили стримчик был 10 часов да это еще мало так скоро будет максимальный апгрейд и будет полегче нам а уже здесь максимально все горгули делаю короче вот горгули и здесь будут тролли чуть подальше чтоб их не не убивали сразу и то же самое сейчас правой стороны сделаю и все нормально должно быть в разы легче так вторую горгулю ну все мы под защита единственное летающие боюсь чтоб не пролетели как то что против летающих у нас не так много всего но вроде летающих нет пока если увижу попытаюсь быстро все построить лучников наверно не знаю посмотрим да давайте здесь лучников просто что за звук реально это вот ведьмы делают да посол настолько громкий так отчетливо слышим тут в этой игре иногда реально звуки некоторые очень громкие так герой умер на тоже убил героя нашу тоже его убил кто обидел героя пока что ничего у нас не получается монет не дают нам медведи с правой стороны бегут я не могу что сделать но там вроде тесла есть но что-то мне подсказывает так все пробежал один с левой стороны сейчас я не понял в чем проблема была скорее всего здесь все таки горгули здесь не нужны что ли не знаю вроде как все нормально было я попробую поменять что-то наверное бараки все таки надо сделать я просто пытался без бараков сделать пройти до без бараков сложно с левой стороны еще нормально а вот с правой бараки нужны по любому поэтому ну как бы я их там ставил но там не было нормально нет ну плохое место было не идеальное место я думаю здесь ставить или там а так тут можно было еще троллей сделать эту кача увидел это оказывается можно вот так делать здесь типа я не знаю что здесь лучше магическую башню нет скорее всего бараки надо здесь а здесь туда против воздуха у нас ничего нет правильно он допустим не будет воздуха давайте так так с правой стороны что здесь наверно вот так пробуем не знаю чё как ща увидим как найти на ютюбе андромалик play да в описании там должно быть нет напиши просто андромалик и все найдешь так так приуныл я просто хочется пройти уже пойти спать отдыхать но уже уровень то надо из принципа пройти сегодня до конца полностью все вроде намного лучше получилось сейчас вот смотрю с правой стороны только вот проблемки могут быть а как-то все неплохо с левой так точно эти все-таки тролли они очень хорошо жахают им всех жахают хорошо аккуратно отвожу думал тролля убью через просто а убили тролля только что не рассчитал я ну ладно ну прикуплю его снова наверно все-таки они крутые есть смысл их покупать можно было только здесь делается снизу нет потому что стере снизу тролли они вообще не атакуют надо их немножко подвести вовы час будут атаковать кстати очень хорошо я поставил сейчас они будут очень хорошо наносить урон эти босс тут не атакует уже намного легче из-за этого никто не убивает юнитов наших но здесь просто золото мало я не знаю здесь какие-то юниты идут за них почти золото не дают я один апгрейд вообще минуту жду пока сделать смогу очень долго это всего вторая волна настолько долгие волны здесь какие-то может быть вот эту башню надо было с правой стороны стоит здесь вроде летающих нету и никаких проблем не возникнет пока вроде нету никого все нормально здесь ты наверное это башня очень плохо стоит на самом деле вот эта магическая она никому никого не стреляет у него просто я думал что если ее правы грижу не радиус хотя бы увеличится а получается ничего не изменилось из-за этого это бесполезная башня так нормально вот справа сейчас наверно будет жестко там тесла может спасти меня сейчас а а хотя нормально никто не прибежал это третья волна только еще еще три еще много с левой стороны проблемы надо вот эту башню на рамгрейдить побыстрее там урона никакого нету все очень долго я не посмотрел эти летающие сейчас будут мало ли что единственное как могу сейчас проиграть легко это летающие пойдут может быть они в конце полетят не знаю смотрим я сейчас пропустил просто что было справа с левой точно нету справа может быть летающие были я не обратил внимания здесь готов мавзолей он вроде достреливать будет час до кого-то доходит достреляет дострелит он попадет я думаю так слева валькирии они же оживляют своих там может быть сложно я не знаю правда но они сами по себе валькирии это сильно или нет сколько у них здоровья 460 здоровья и защита от физического урона хорошие ну сами по себе и не опасные они может кого-то воскрешают но не более того а герой умер шоу сейчас каргули скорее всего сделаю готова какую-то ачивку получил так горгулись вниз не поставить не достать а вот слева можно кстати попытаться если к проблеме слева попробуем туда отправить так ладно давайте делать лучников если будут летающие чтоб что-то сделать так но вроде и последнего не 5 еще Только если на шестой идут летающие Пока что я не видел униконки А вот, кстати, есть с левой стороны Ну а это такие летающие, которые не особо проблемные для нас Я думаю, мы справимся У нас же там троллей шесть штук Как они вообще пролетят Вот только если справа кто-нибудь пролетит, то да Ну сколько их справа сейчас Я думаю, справимся Сейчас 250 апгрейд будет Жду Во Так, сюда И Так, так, так Нормально Справляемся Лучники готовы Я здесь еще лучников поставлю Чтоб они слева могли стрелять То есть не только с этой стороны Нормально будет Так Пока что все выглядит замечательно Но это только пятая волна Сейчас еще что-то будет Максимальный апгрейд Ну все Я не знаю, чего бояться Я только могу бояться воздуха Если будет много летающих А кто-то пролетит Все По-другому никак я не проиграю здесь Как мне кажется Пока реально все Отлично Но слева точно не пролетят Потому что там 6 троллей И невозможно их пролететь Потому что У них огромный урон У каждого Средний урон Сколько? 20 практически То есть там 120 урона в секунду Можно сказать 5 секунд Ну любого убивают они То есть герой ему может Может подойти и помочь То что Только если с правой стороны Что-то пойдет не так Давайте ворону возьмем Уже просто нечего здесь делать Поэтому уже ворону добавляю Но пока все выглядит отлично И скорее всего я пройду сейчас Последняя волна Последние мобы Так что-то они там пробежали Так справа Что это за дела Кто разрешил вообще там пробегать Так хорошо 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 Вроде все хорошо Д myös Я куда-то Я плотаю Я растула Удаю Я в тайну Яlu Я люблю Продолжение следует... Ну что, всё вроде. Это последнее. Всё, что мог, сделал. Получилось неплохо. Вначале, может быть, было сложно, но в целом намного легче, когда вот так вот барак поставить, троллей. С левой стороны вообще проблем никогда не было. Ну и справа только были. Могли пройти. Или пролететь. Но там летающих, как оказалось, и не было. Хорошо, идём в последний уровень. Вот этот вот, ну, испытание у нас, как оно называется, там, айрон, железное. Значит, у нас две башни. Вторая, это что за башня? Это какая? Это где... Это что за башня? Это вот эта башня или что? Что это за башня? А, это гоблины. То есть, у нас тут одни башни, которые сумонят юнитов. Больше ничего нету. Ну, хорошо. Значит, делаем троллей. И здесь делаем троллей. Здесь, наверное, поставим тёмных рицарей. Они крутые. А здесь какие-то гоблины. Я не знаю, стоит ли их делать? Что боюсь... А это что, тоже гоблины? Да, это такие же. Ну, значит, можно сделать... С этой стороны сделать так. Здесь тёмные рыцари, а здесь будут гоблины. Они будут, типа, стрелять, наверное. А, подождите, это же просто башня, как... Они стреляют просто. Я думал, что они ещё каких-то гоблинов производят. А ну тогда нормально. Всё равно так тоже неплохо получилось. И всё тогда внизу поставлю. Вот так. Сейчас будем смотреть, что вообще получится у нас. Ну, с левой стороны, как мне кажется, вообще никто не должен пройти. Шесть троллей. Плюс тёмные рыцари. Плюс вот эти вот чуваки стреляют. Я не знаю, там... Невозможно пройти вообще никак. Прибежать. Ещё есть тролли с левой стороны, но там я не буду делать ничего там. Нет смысла у них. Тут плохое место, они будут одни, их никто не прикроет, их просто убьют. Это просто деньги я потрачу в никуда. Так, и герой сдох, да? Не слежу я за ним. Бараки проапгрейдим. Начало лёгкое. Надо ещё один раз апгрейд бараков. Всё, пока нормально. Всё, держимся пока что. Герой убьёт. Так, медведи пошли. А, ну так значит, это гоблины, да? Надо и здесь поставить тогда, пусть атакуют. Они бумерангами атакуют. Смотрите, прикольная атака. Прикольная башня вообще, на самом деле. Если бумеранг всем на пути и урон наносит, то получается круто, когда много врагов в одном месте. Либо это просто так, анимация такая, урон не идёт. Это просто внешне так выглядит, а бумеранг только одному наносит урон. Поэтому я не знаю. Но в целом прикольно. Надо везде поставить. Ой-ой-ой, а чё это у нас... Мы трёх гоблинов потеряли слева, да? Не заметил я. Я просто всё смотрю с левой стороны. Ой, с правой. А слева у нас тут потери были. Потери хорошие такие. Большие потери. Серьёзные потери, да. Теперь у нас справа что-то не очень всё. Радиусы у них не увеличиваются, у этих башен. Но там можно до четвёртого уровня. Там, наверное, какие-то крутые апгрейды имбовые могут быть. Можно попробовать. Посмотреть, что там. Не потерял больше троллей? Нет. Ну, один полудохлый был, но сейчас отрегинит здоровье. Так, ну что, неплохо. Неплохо. Пока что и держимся. Всё хорошо. А, летающие. Я их не ожидал. Но они с левой стороны. Опять-таки, там очень легко умирают. У нас там шесть троллей плюс герой может быть в любой момент. Блин, канётся туда и без вариантов. Вот если они справа полетят, вот тогда будет проблема. Пока что. Легкотня. Уберанки прикольно стреляют. Мне нравится, короче, как они летают. Кстати, по размеру игра занимает ровно столько же практически, как Origin. То есть, она занимает 600 мегов. Origin, когда скачиваете, 560, по-моему. Я проверил специально. Хотя в Origin'е больше уровней. В Origin'е вроде больше, да. Здесь она будет больше занимать, когда обновления выйдут. Пока что она занимает, ну, чуть-чуть больше и всё. Но графика тут всё получше, конечно, нарисована. Башен дают больше. Контент, как бы, уровней вроде меньше, но в основном-то здесь героев много. Ну, героев меньше тоже, но зато башен больше. Мы же ещё даже не все открыли. Там ещё и добавят, я думаю, с обновлениями. Так что тут эта игра будет... Тут больше всего контента будет в этой части, я уверен. Так, что-то у нас там проблемы слева. Гоблинов убивают, да? Ну, это, по-моему, последний. Не, ещё медведь побежал. Ещё не всё. Не, может, последний медведь и всё. А нет, вон, пошли ещё, ребята. Долгий-долгий уровень. Купил капли за 900 рублей, а не пустые? А чё такие дорогие капли? 900 рублей, это ж сколько в долларах-то? Это что за-то капли? Они чуть ли не 15 долларов стоят? Ну, меньше, там чуть 13. Чё это за цены такие? Капли для глаз 13 долларов. Они должны стоить 5-10 долларов максимум. Ну, максимум 10, то есть это максимум. Не, ну, 600 рублей максимум на 500. Но что это за капли такие? Ну, надо проверять в аптеке чё. Пустые капли. Ну, ты можешь, конечно, отнести, сказать, ну, что это такое, ничего не далили. У них там камеры стоят, они могут увидеть. Хотя они в упаковке, наверное, да? Они не могут проверить, были там капли или нет. Они же в упаковке, походу, да? Поэтому, а если бы они без упаковки, а можно было бы по камере проверить, если там нет жидкости, когда ты берёшь, то действительно ты прав, тебе должны вернуть деньги. А так, конечно, они скажут, ну, чувак, ты всё вылил, и что, мы тебе деньги должны вернуть? Нет, мы тебе никто не вернёт деньги. Поэтому, да, конечно, странно. Так, ну что, я не буду ничего прокачивать. Я завершаю стрим. Мы прошли сколько? Ровно 10 уровней. Смотрите, у нас 30 звёзд. Но первый уровень я не считаю. Он очень короткий был. Это буквально тренировочка была. Там ничего не происходило. Там нету никаких Iron Challenge, героических испытаний. Ничего нету. Вот, прошли. Значит, 21 звезда, стало 7 уровней. Скорее всего, 1 уровень зимний, и, наверное, 6 уровней здесь. Либо 2 уровня зимних. Я не знаю, здесь видите, здесь много туннелей. Может быть, здесь... А, 2 уровня. Видите, там типа, вот смотрите, слева типа наверх ступеньки, и вот там будет уровень 2 зимний. И после этого мы отправимся, скорее всего, вот сюда. И в этом замке, скорее всего, будет король. Я не знаю, может быть, мы против Принца будем играть. Знаете, там есть Принц, который всегда был, который в двух частях был. В одной части он там катапульту кидает. Ну, призыв... Ну, огонь такой сверху идет. Ну, вы понимаете, о чем я. Как катапульта. Огненный... Огненный урон сверху летит. А второй был он типа бафл... Нет, я не знаю, что второй делал. А он, по-моему, призывал подкрепление. Что-то такое было у него. Какие-то такие скиллы. Я уже забыл особо, не помню. Ну, а потом какие дополнения будут выходить. Вот здесь, видите, есть место под Хэллоуин. Какие-нибудь зомби здесь будут. Вот здесь в начале. Видите, очень много места. Вот здесь вот еще что-то есть. Так что здесь дополнительные уровни. Потом со временем буду выпускать. Они как DLC бесплатные. Ну, и новые герои добавятся. Так что вот так вот. Значит, я заканчиваю стрим. Спасибо, что смотрели. Я очень устал. Продолжим завтра. Скорее всего, если ничего не изменится, завтра я добью эту игру. Осталось 7 уровней. Но они, на самом деле, самые сложные должны были остаться. Потому что, ну... Здесь первые 5 уровней особо сложности не было. Да и здесь особо сложности нет. Просто все зависит, как ты башню вначале поставил. Если немножко неправильно, сложность есть. Поэтому... Ну, и это героев зависит. Смотрите, как только я взял этого героя, мне сразу сложно стало. Потому что этот герой, он обычный. Он не премиум. И у него урон слабенький. И скиллы отстойные. А в следующий раз мы будем брать вот этого героя. Это единственного героя, которого я не пробовал. Называется он Infernal Mage. Инфернальный маг. И у него все с огнем связано. Посмотрим, насколько он хорош. Не буду ничего смотреть, чтобы мне было интересно потом почитать скиллы. Ну, и у нас здесь со временем... Кстати, в этой игре пока что, даже если мы игру все пройдем, у нас нельзя будет прокачать каждую ветку талантов. Здесь ветки талантов сделали более удобно, более интересно. Потому что их нельзя полностью вкачать. Потому что за Iron Challenge и за героев тебе не дают поинты. Только 3 поинта за каждый уровень. Вот мы прошли 10 уровней, у нас 30 поинтов. И вот 30 поинтов можно сделать. А больше не получить. Раньше как-то очень много поинтов было. И из-за этого постоянно все таланты потом под конец уже были. Неинтересно было. Здесь приятно сделали. Ну, и, конечно, мне надо сделать вот эту покупку у всех новых башен. Я это сделаю обязательно. Вот 5 башен. И мы будем еще тестировать новые башни в каждом уровне. Так что вот этими мы займемся завтра, скорее всего. На следующих 7 уровнях. Спасибо, что смотрели. С вами был Андромалик. У меня есть канал Андромалик Плей. Заходите, подписывайтесь на YouTube. Ну, или на Twitch. Там нажмите follow. Все. Всем пока. Всем спасибо за просмотр. Увидимся. Я ужасно устал. Пошел отдыхать. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok